25 липеня 1853 года было зацвержено створение пожарной части в Минску. В тот же час начали появляться подразделения по всей Украине. С того момента прошло 164 годы. Многое изменилось. Сегодня сотрудники МНС выполняют весь спектр аварийно-воротовальных работ. Ликвидация пожара, выротование потерпелых, разбор завалов и даже нейтрализация отрудных речевов. Но в сброении не сучастная техника. Вы, наверное, заметили, что уже старенькие зилки, как раньше стояли у нас на вооружении, они уже, в общем-то, исчезли. Особенно в областном центре у нас техника вся имеет тоннаж, перевозимый огнетушащего вещества от 5-10 тонн. Скажем так, на вооружении области уже у нас находится 40 автоцистерн тяжелого типа 10 тонн. С такими машинами можно тушить пожары у отдаленных вёсках, где не мани водозабеспечения, не водоёмов. А подъёмная техника дозволяя ротовать людей с любых вышинь. Укладом в безпеку стало сёлит неоткрытие нового пожарного ТПУ в ВЕЦИ. В уголе ЗАРС Гомельское областное управление по надзвычайных ситуациях – один из наибуйнейших гарнизонов Украины и по колькости супрационников и по техничным оснащениям, на достойных позициях и по статисты. Раньше у нас 12 детей погибало. 10 лет назад у нас на Гомещине средняя гибель детей на пожарах было 12 человек. 12. Сейчас у нас один. Для нас это трагедия. Мы ещё будем ходатайствовать о выработке тем службам, кто не доработал. При этом безпеках это агульная справа у сего громадства. Так часом худко приехать на пожары, махчима вырытывать житё. Пожарным перешкоджают иншие водители, которые просто не соступают дорогу. Я скажу, что минута пребывания на месте пожара – это часом кажется, особенно если горит твоё жилище. Поэтому каждая минута на счету мы пытаемся как можно быстрее прибыть к месту пожара. Но есть граждане, которые даже видят, что едут пожарные машины, но он всё равно едет поперёк, не уступит, не прижмётся. При всех складаностях службы с каждым годом у всё больше вырытованных жителей. За опушные 5 годов их 834. Дякуючи пожарным оповещальникам, в области вырытовано больше 90 дорослых и 20 детей. При этом сегодня сталку робец не только на профессийный узровень и технику, али и на профилактику. Акцент на работе с детьми, клубы юных вырытовальников пожарных, акции, телерадио, передачи и иншие формы работы, про выники якой – говорить лишь бы статистики. Гибель детей снижена в 8 раз. Количество травмированных людей на пожарах снижено на 49%. С 2012 года, то есть как раз за 5 лет, количество пожаров снижено с 1040 до 838. Гибель людей на 48%. До профилактичной работы притягивают самые розные службы – от социальной и ЖКХ до наркодиспансера. Сбавлять обороты не сбираются, нас упрать. Так, дели профилактики все больше заденничают информационные технологии и интернет, бо лепш загадя научить людей жить в беспеции, чем потом разыгуются выратовывать их с полами. Ганна Ковалева, Александр Харлампоу, Телерадио, компания «Вомель».